На выставку живописных и графических работ нашу съемочную группу пригласили со словами «Выставка интересна не только сама по себе, она любопытна тем, что на ней выставлены картины старшего члена семьи Полуэктовых Юрия Кузьмича и его не менее талантливой дочери Светланы Полуэктовой». Юрий Полуэктов известный художник, участник многих международных выставок. Особенно ценные его графические работы останавливают внимание картины, написанные маслом, завораживают акварелей, не отвести взгляд от полевых ромашек и васильков, завораживают роскошь букетов роз и царственных гладиолусов. Юрий Полуэктов – член Союза художников России. На этот раз его выставка организована на Сухоложской земле, где он родился и вырос. Несколько своих полотен он посвятил родному селу Маханову, рисовал с натуры село Светлое. «Я взволновал, что вот здесь, в родных краях, открыта эта выставка. Это для души, для чувства. Много, значит, это вдохновляет, это приподнимает немножечко, даже как-то так». В Екатеринбурге художнику предоставлена персональная мастерская. Главное в работах Юрия Полуэктова – свое толкование любой заданной темы, которая волнует своеобразием манеры письма и необычностью подхода. Особняком стоят его графические работы, которыми художник по праву гордится. «Мне очень понравились графические работы, очень. Я сама график поприваюцей, и всегда им была, даже если работала цветом. Мне очень нравятся графические работы Юрика Звуча, причем выполнены в самых разных техниках. Это и гравюры, и рисунок карандашов, и монотипы, я вижу, и автолитографии. То есть замечательные вещи. То есть чувствуется, насколько человек владеет линией, пятном, насколько высок уровень профессионализма. Конечно, это впечатляет. А у Светланы мне очень больше всего понравился портрет. Вот этот вот цвет. Мы с Светланы восхищались. Выполнены в традициях русской школы, что на Серовской есть в этом. То есть вообще шикарная работа. Посещение выставочного зала, где в тишине, оставшись наедине с картинами, хорошо думается, где отдыхает и волнуется душа, всегда событие, за которое вы непременно скажете себе спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok